Всем привет! Сегодня, скажем так, на обзоре и на тестовом отстреле патрульной компании МЭСКО сделано в Польше 7,62х39. Сегодняшняя ситуация, ситуация тотального дефицита, именно вот этот боеприпас украинским стрелкам, этот вот патрон МЭСКО был, собственно говоря, просто находкой, потому что, наверное, больше на рынке нету адекватных предложений по нормальной, адекватной цене. Вот этот вот патрончик, это одно из интересных решений. Он недешевый, ну недешевый относительно, сейчас в сети магазинов ИБИС он стоит чуть больше 13 гривен, это его обычная, скажем так, цена. На периферии я встречал этот патрон по 16 гривен за штуку. Вот такое вот, недешевое удовольствие. Давайте посмотрим, здесь на донце вот такая вот маркировочка, здесь плоховато видно, блестит фокус, плохо сводится. Вот. Латунная гильза, тампаковая оболочка пули, то есть такой себе вполне взрослый патрон, который, ну, можно, ко всему прочему, еще подвергать релоду, потому что здесь нормальный капсуль, Нибердан. Вот. Латунная гильза, которую можно обжимать, переобжимать, торцевать и так далее. Вот этот патрончик сегодня отстреляем на точность и кучность. Почему? Потому что на какие-то пробивные способности на открываемость пули стрелять смысла нету, это обычная Full Metal Jacket FMG, поэтому стреляем точность и кучность. Стреляем из карабина СКС, вот он вот, на дистанцию 50 метров. Вот там он у нас, зеленая мишенька установлена, вот в нее и постреляем. Сделаем начало серию три патрона, три выстрела. Карабин на эту дистанцию на 50 метров барнаульским патроном и луганским патроном пристрелен в ноль, поэтому исходим из этого выстрела. Сейчас мы перейдемssä дальше. Воеврали. Посмотрим, что у нас стреляли. Вот такой вот результат при попадании. Как мы видим, относительно мишеньки это все очень сильно занизилось. Вот первая серия. Почему занизилось, понятия не имею, но вероятно, к эталонному десяточке, к Барнаульскому, или Тулама, или Луганскому, этот патрон летит чуть ниже. Ну как чуть ниже? Внедрено чуть ниже, тут 20 сантиметров, на 50 метрах практически. Не знаю почему так, но вероятно, пуля тяжелая, либо навеска пороха меньше. Давайте попробуем сейчас сделать серию из трех выстрелов вот, вот сюда. Попробую. Вторая серия, ну скажем так, условно, в голову зеленые помещение. Вот она вторая серия. Вот она вторая серия. Действительно патрон низит, но это может быть проблема именно этого патрона, именно с этим стволом. То есть, если ваш карабин, я так понимаю, СКС, ну я думаю, карабины АК серии вероятно будут давать примерно такой же результат. И если у вас карабин пристрелен в десяточку, допустим, барнаульским патроном, то под патроны, вот они, красота какая, мэска, карабин придется перестреливать. Кучность, ну как, для этого вида оружия, для этого боеприпаса довольно таки типичная, здесь сказать нечего. Вторая группа, первая группа. А по точности патрон нужно будет перестрелять. Вот такие вот результаты. Отстрелянные две серии патроны мэска. Что можно сказать? Патрон, скажем так, довольно таки типичный по точности и кучности. Единственное, что немножко низит. И соответственно, это нужно учитывать при эксплуатации оружия под этот патрон. Эти патроны на сегодняшний день продаются в сети магазине Ибис, ну и возможно у некоторых мелких продавцов, которые пользуются ихней дистрибьюцией. Реально находка, потому что других, любых каких-то других патронов в этом калибре на сегодняшний день на рынке практически нет. Ну то есть можно купить за какие-то сумасшедшие деньги совершенно там патроны Луганского патронного завода, Барнаульский, Тулама. Но цена их там приближается, наверное, к 20 гривнам за штуку. Вот эти вот патрончики МЭСКа сделаны в Польше, которые предлагает сейчас компания Ибис. Реально находка для украинских стрелков. Засим всем спасибо. Всем пока.